всем привет поменяли тут на уплендере подшипники ступичные появилась такая проблема подшипники ставили фирма md и появилась такая проблема что машина если в режиме эко то она вообще не едет если в режиме авто она едет но периодически газ нажимаешь бывает вообще нет бывает едет в режиме лог она едет нормально при этом выскакивают ошибки я их сейчас вставлю все машина не едет вот газ давлю она вообще не едет она вышла в аварийный режим короче и вообще не сейчас опять поехала короче какая-то муть вот все загорелся восклицательный знак загорелся восклицательный знак начала моргать это надпись 4вд все оставим на паркинг заводим машину заново все работает нормально только поехал опять такая же история короче по ходу дело в подшипниках будем разбираться значит ошибка полного привода и ошибка асп вернее сп до скользкая дорога пишет неисправность перегрев полного привода восклицательный знак мигает лампочка 4вд короче полный пипец порылся в интернете нигде практически информации такой нет но у людей возникает но обычно по езде по неровностям и еще почему-то значит нашел один на драйве на один сюжет вот значит человек поменял подшипники фирмы айсин на аутлендере и у него начались такие проблемы я подозреваю что у нас похожая проблема сейчас я покажу подшипник этот вот такие значки классные стоят сто процентное качество ребят вот так вот попадаем и короче на двойной ремонт с такими подшипниками плюс попадаем на стоимость самих подшипников не очень это все правильно короче как то но запчастями полная жопа машина у нас кстати 12 года может здесь какое-то какая-то загвоздка ну переходной вариант может какой-то не знаю не знаю если у кого-то есть какие-то соображения пишите в комментариях но по моему мнению так мы просто надо брать оригинальные подшипники и не париться короче на эти машины с такими вот 4вд полными приводами с датчиками которые стоят у нас не на шрузах а на подшипниках магнитные кольца эти все вот такая вот беда короче смотрим дальше что будет и вот на этом подшипнике все правильно все работает мы их проверяли иголочкой и даже примагничивается стопорное кольцо вы видели какие-то подшипники поэтому не советую вам ребят покупать их и ставить на аутлендеры может быть такие же проблемы будут и с другими машинами которым будет вот это вот фирма предлагать подшипники я так понимаю проблема действительно в количестве магнитных дорожек при этом самое интересное что не горит abs и не горит в принципе неисправность abs то есть как бы abs он видит все нормально abs работает но вот он не видит правильности кручения колес по одинаковых скоростей да из-за этого загорается и сп скользкая дорога и загорается неисправность полного привода потому что машина не понимает что вообще нужно сделать для того чтобы правильно ехать короче вот такой вот геморрой сейчас мы закажем новые подшипники это уже владелец будет заказа потому что я уже рисковать лично своими запчастями и своим временем уже не хочу может действительно проблема в машине может быть проблема конечно в самих в самих подшипников как придут подшипники я досниму видео с этой машины и если все нормально тогда выложу видео что действительно эти подшипники а м д бракован и вот этот подшипник вот он с одной стороны металлическое кольцо с другой стороны магнитная лента м д бир 54 что в нем не так я знать не могу пока информации никакой нет сейчас я посмотрю по подбору на какие автомобили он подходит но вот ребята короче вот комментарий на автодоке если бы я конечно сразу бы сюда залез я бы это все видел все увидите прекрасно сами у кого-то уже такая проблема была вот этот подшипник и кстати вот про эту фирму айсин есть в этом в drive 2 описание что она тоже не подходит вот такая вот ерунда ребят а м д это я так понимаю айсин вот так вот столкнулся я так вот такой истории короче вот этот outlander мой 12 года короче все вот тут вот есть поэтому бракуем эти подшипники милен продают они их зря просто мы вот попали короче на двойной ремонт вот такая вот ерунда поставим оригинальные подшипники мне кажется все будет работать вот этот outlander я уже снял ступицу с него сейчас будем менять подшипники на а м дышные наши на покажу какие вот такие подшипники нам привезли подшипники skf внутри наверное нтн как всегда вот нтн номер как видно от подшипников а м д они ничем не отличаются все то же самое конструктивно они выполнены правильно также значит чтобы не быть голословным вот я разобрал подшипник а м д как видите внутри смазочка очень хорошая недель где-то машина поездила вот этот подшипник а м д бир 54 вот здесь он установился новый новый еще не запыленный даже пыльник все сейчас его будем разбирать снимать и ставить оба подшипника один уже подшипник я поставил сейчас 2 вот этот вот поставлю при поедем проверять как он будет себя вести что ребята момент истины outlander собран поедем посмотрим как он себя вести будет на этих подшипников ну что режим обычный т.к. э.к. м. к. т.к. кортек блин ремень 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 забыл пристегнуться ремнем ну ладно фиг с ним мне придется все таки пристегнуться так ну что момент истины пристегнулся поехали круто да ничего не происходит ничего не мигает все работает это мы просто заменили подшипники о ее 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 ей да все таки я был прав подшипники фирмы адм айсин там бер 54 полная жопа берите только на переднеприводные автомобили там с x или еще какие-нибудь митсубиши ланцеры десятые переднеприводные все на outlander они короче вообще не подходят такая вот история все ребят все изменилось поменяли мы подшипники все машина не ругается все отлично видит полный привод никаких ошибок не дает как бы проблема была в подшипниках кому-то это видео наверно поможет кто-то уже посмотрит его после того как купит такие уже или тому подобные подшипники которые не соответствуют магнитные потоки у них так что ребят ну чё сделаешь в таком мире мы живем в котором запчасти ужасные просто и приходится из-за этого страдать и как говорится нам и клиентам все на этом все сегодня до свидания и и Субтитры сделал DimaTorzok